Проблем, в общем-то, нет никаких, кроме цены. То есть цена на трафик дорогая. Твои три канала лучше, чем мои три канала, признаю, согласен. Лучше двигаться по ним. Какой-то подвох, явно какая-то подстава. Привет, любители бизнеса и интересных историй. Сегодня у нас очень интересные гости, очень интересная тема нашего выпуска. В гостях у нас сегодня директор компании Адвантшоп Камиль Калемулин. Привет, привет, ребята. Привет. И он нам сегодня расскажет, даст ответ на очень интересный вопрос. Где брать клиентов, если ты только что запустился? Я думаю, людям, которые планируют интернет-магазины или уже начали что-то делать, какие-то подвижки, да даже и тем, кто уже более-менее опытным, этот ролик будет очень-очень полезен. Начнем. Камиль, расскажи, пожалуйста, про себя немного, чем ты вообще занимаешься. Да, ребята, всем привет. Меня зовут Камиль Калемулин, я руковожу компанией Адвантшоп. Вообще, я начинал достаточно давно, можно сказать, что я уже такой седяной предприниматель. В 2000 году мы с ребятами запустили интернет-магазин по продаже автомобилей УАЗ. Это было такое время, когда интернет-магазинов было очень мало, их практически не было. И мы были первые, единственные в России тогда, кто продавал вообще автомобили УАЗ через интернет. Ничего себе, вообще в интернете кто-то покупал машины, то есть не приезжал в салон дилеру. Да, да, представляешь, в 2000 году уже покупали автомобили, да, то есть люди уже искали автомобили, уже покупали, делали заявки. Конечно же, это не было. Было не так, как сейчас там оплатить кнопочка и так далее, это были просто заявки. Ну вот мы с того времени развивались и делали разные такие проекты. С 2006 года я создал компанию AdvanShop и мы решили этим опытом, который мы наработали, делиться. И мы создали программный продукт, который помогает как раз людям создать свой интернет-магазин, развиваться и, соответственно, продавать в интернете. Ну то есть твоя компания, это компания-конструктор, она это IT-компания, которая, скажем, продукт, который конструктор и решение, на котором любой человек может сделать свой сайт, верно? Да, да, то есть мы платформа для создания интернет-магазина AdvanShop и мы помогаем предпринимателям продавать в интернете. Сейчас это более 5000 интернет-магазинов работают на платформе и, соответственно, с нами можно очень быстро запустить интернет-магазин, развивать его и продвигать и зарабатывать. Здорово, давай тогда приведем к самому главному вопросу, который у нас сегодня стоит на повестке дня, это где начинающему предпринимателю, начинающему интернет-магазину на вашей платформе или на любой другой платформе сделанному брать клиентов, брать трафик, как с ним работать и так далее? Да, ну перед тем, как, наверное, ответить на этот вопрос, этот вопрос такой достаточно интересный, надо сказать простую вещь, что действительно есть много людей, которые открывают интернет-магазины и не у всех получается. Есть ребята, которые не доживают, как мы это называем, до того уровня, когда они действительно зарабатывают и, соответственно, не продают, у них не получается продавать. Ну как, говорят, 3% бизнеса не доживает до 3 лет примерно по статистике. Ну, по нашим цифрам, да, где-то 9 из 10 в течение 2 лет интернет-магазинов просто закрываются, не выдержав конкуренции, не организовавший процесс. В общем, это достаточно такая статистика, которой надо присутствовать. Печальная данность. Да, это уже данность, да, реальность, то есть к этому надо относиться, вот. Если говорить про причины, то есть почему не получается, и, соответственно, отвечая на твой вопрос, Антон, как привлекать клиентов, то, конечно же, есть там 2 большие вещи, вот если говорить вообще про любые интернет-продажи. Есть трафик, то есть это люди, которые откуда-то приходят к вам, да, и есть, ну, ваш, вот, назовем это, мы называем это воронка, называем это, вот, ну, кто-то называет там, есть магазины, лендинги, да, то есть есть какое-то пространство, в которое приходит человек в интернете, где он превращается в клиента или делает нужное вам действие. Соответственно, есть 2 такие штуки большие, если про них говорить. Давай по очереди тогда вот начнем именно с первой части, как раз вот про каналы немножко поговорим, где брать клиентов. И потом вторую часть, как этих клиентов обрабатывать, заодно расскажем ребятам о довольно новом на рынке, на мой взгляд, продукте, во всяком случае, я о нем узнал недавно, который называется автоворонки. Может быть, это что-то, что уже раньше было известно, но называлось не так, либо что-то совершенно новое. То есть это уже во второй части мы расскажем про автоворонки вот эти. А вначале давай про трафик чуть-чуть поговорим. Да, давайте, ребят, про трафик. Значит, что с трафиком происходит? Ну, очень многие курсы, видео, в YouTube вы наверняка видели, курсы, как настроить трафик, там, берете, значит, там, не знаю, там, деньги, кладете их, значит, там, в Яндекс, например, или куда-то еще. Да, да, да. И у вас, значит, обеспечен, значит, поток трафика, вот. Проблем, в общем-то, нет никаких, кроме цены, вот. То есть цена на трафик дорогая. Что значит дорогая? Ну, купили вы, например, там клик за 10 рублей, у вас с этого клика, например, там, да, только купил каждый сотый, вот. То есть, соответственно, вам заказ стоил 1000 рублей, зарабатываете вы 500 с заказа, это максимум, да. Получается, что, ну, понимаете, да, как в том анекдоте, да, вот, покупаю, значит, за рубль, продаю за 90 копеек. Оборот большой, но прибыли нет, да, то есть, соответственно, здесь такая история. Такой вопрос тебе, вот согласен ты с утверждением, вот я в ролике своем рассказывал, что контекст почти всегда убыточен? Контекстная реклама. Ну, я считаю как, что вопрос убыточности нужно рассматривать в контексте не только первой продажи, как у нас принято в России. И чаще всего, особенно на западном рынке, на российском тоже это или придет, или уже пришло, первая продажа всегда в минус. Вот. И даже на других каналах это будет то же самое. Я на этапе вот LTV, то есть, на этапе жизни, скажем, ну, года, например, даже, вот убыточен вообще. То есть, не то, что в первую продажу, а убыточен вообще. И, понятное дело, если умеешь настраивать, то вероятности этой убыточности меньше, то есть, но в целом-то люди, которые туда лезут, как правило, ничего в этом не понимают, кладут туда деньги, и потом, как в этом известном меме, там их нет. Вот, раз, их нет, где они? Нет, можешь положить еще. Мед – это очень странный предмет. Да, трафик и цена на трафик, да, такой предмет. Я считаю, каким образом, что есть конкуренция, то есть, здесь надо говорить о чем? О том, что от чего цена пляжет, от конкуренции. Если на ваш рынок пришли, ну, такие ребята, которые задирают цены, вот, и они не думают о маржинальности, о доходности, то у вас, ну, нет шансов. То есть, ну, понятно, что, да, если приходит компания на каких-то инвестициях и готова за пользователя платить в пять раз больше, чем вы, ну, и при этом они понимают, что они не зарабатывают, и вы тоже ничего не заработаете, да, это понятно. Но, в целом, если говорить про длинные модели, про ЛТВ, там, год, два или три, вот, то, о чем мы будем говорить, как раз во второй части про автоворонки, как раз и направлено на то, чтобы решить этот вопрос. О чем идет речь? О том, чтобы этого человека максимально эффективно обработать дальше. Ты его купил, ну, пусть даже за 30 рублей клик, да, но если ты умеешь с ним работать, да, если ты умеешь его правильно проваривать через свою воронку, да, вот, это... может быть эффективным. Конечно же, важно настраивать рекламу правильно и важно понимать, кто клиент и вот в каком он состоянии находится, то есть, как его, как помочь ему реально, да. Очень часто мы, просто, вы знаете, есть такой пример, мы его любим приводить. Вот представьте, да, в ресторане сидит девушка, вот, у этой девушки в профиле написано «Я ищу мужа». И вот написано про него профиль, да, вот такой парень с бородой, там, не знаю, да, у него такие глаза, ну, вот, прям вот вы, вот, вы подходите под этот профиль, все, вот вы ее идеальный кандидат. С такой бородой или подлиннее? Прямо с такой бородой, да, вот такой же воздух, в такой же рубашке ведет канал, то есть, канал такой... Ну, тогда берем, точно берем. Продажи канал, да, вот, и, значит, вы подходите к ней и говорите, значит, она, все, вы знаете точно, что она ищет вас. Вот, вы ей говорите «Будь моей женой», вот, и она такая смотрит, у нее глаза такие начинают круглить, такие, да, какой-то подвох, явно какая-то подстава, вот. И вы, как нас учили, да, на всех курсах, открываете, значит, правую, значит, часть пиджака и говорите «Ограниченное предложение, только 24 часа». Вот, она еще больше недоумевает, открывает глаза, вы открываете, значит, вторую часть пиджака и говорите «Отзывы бывших жен». Вот, и чтобы не палевно, там, знаешь, там четверки, пятерки, то есть, ну, не везде пятерки, да. Вот, очень часто продажи наши выглядят вот так, понимаете, ребят, то есть, мы пытаемся в лоб что-то продавать людям, которые, ну, на данный момент еще не до конца готовы. То есть, есть, конечно же, горячий спрос, да, то есть, есть те, которые, ну, готовы выйти замуж прямо сегодня, да, вот. Но вопрос, сколько их и тот ли этот человек, да, с которым вы хотите прожить дальше. Слушай, ну, это очень классный пример, то есть, он как раз показывает нашу действительность и вот все, что как раз относится к воронкам. То есть, нужно, получается, эту девушку провести через несколько этапов. То есть, познакомиться, сводить в ресторан, пойти в кино, потом предложить поехать к вам, после этого, там, на утро предложить сходить опять в кино, никуда не пропадая и так далее. Вот, это вот как раз мы сейчас будем переходить потихонечку к автоворонкам. Давай сначала вот завершим вопрос все-таки, где брать трафик, если не в контексте. Ну, вот про трафик. Какой взгляд? Первое, о чем нужно сказать, что трафик, ну, вот я разделяю на три типа. Три типа трафика. Первый – это платный трафик. Ну, то есть, тот, которым мы платим деньги и за деньги мы покупаем людей, которые приходят на наш сайт. Ну, Яндекс.Директ, например, да, там, ВКонтакте, там и так далее, да. Второй тип – это трафик, который, ну, первым мы называем управляемый трафик, да, то есть, трафик, которым мы можем управлять. То есть, мы платим больше денег, больше получаем аудитории. Ну, вопрос в цене, да, как мы уже говорили. Второй трафик – это неуправляемый трафик. SEO, какие-то публикации о нас, кто-то о нас сказал хорошо и так далее. Это все неуправляемый трафик. Мы не можем его управлять. То есть, мы не можем, так, знаете, там еще 10 тысяч рублей залили и больше оттуда получили трафика. Ну, SEO там как-то пытается, но все равно это все от лукавого, я считаю. То есть, там можно, да, движется, у кого-то получается, у кого-то нет. И есть третий, самый важный трафик – это свой трафик. Свой трафик – это трафик, с которым вы можете работать, не покупая его ни у кого. Это ваша e-mail база, это ваш список телефонных адресов. Камиль, но ее пока же нет. Вот человек только запускается, ее пока нет. Я согласен, да. И вот чаще всего, когда вы только запускаете, у вас нет. Но стратегия основная, которая вам поможет конкурировать, это превращать из платного трафика и неуправляемого, из управляемого трафика в свой трафик. Вот это основная стратегия. Чаще всего, ребят, то, что мы сегодня вам говорим, оно может устареть буквально через месяц, через два. Приходит какой-то игрок, бешеный, с какими-то инвестициями, поднимает ставки, и все, вам нужно уже, понимаете, переигрывать стратегию. Вам нужно искать трафик где-то еще. Ну или, по крайней мере… Ну да, согласен. Ну давай попробуем, все-таки, конечно, универсальных советов лучше не давать. Но давай возьмем универсальный товар, эти чехольчики на телефон. Назови, пожалуйста, на твой взгляд, вот именно сейчас, в 2019 году, три канала. Вот самый, на твой взгляд, хороший, второй и третий. Вот я, например, скажу, что первый канал, я считаю, самый хороший по чехлам, это будет, возможно, какая-то тематическая площадка. Второй канал, это будет SEO-продвижение игры в долгую. Ну, третий канал, это уже, например, контекст. Ну, а дальше уже, когда какая-то база будет, уже, конечно, рассылки и так далее. Вот какие, на твой взгляд, три канала для чехольчиков, для телефонов были? Слушай, я бы смотрел в сторону маркетплейсов. Ну, вопрос, опять же, какие чехлы, кто покупает, там, понимаешь, много вопросов, нюансов, да? Ну, это универсальное, вот чехол для телефона, вот Samsung. Да, 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 ну, я понял, да. Первый, это маркетплейс, я считаю, там, Яндекс.Маркет. Отличный, да, кстати, согласен. То есть, неплохой канал, и там, в принципе, есть аудитория, очень горячая. Опять же, мы говорим про горячий очень трафик, который хочет прямо сейчас. Надо понимать, что в нише чехлов это происходит как? То есть, если этот чехол не продали, там, условно говоря, в рознице, где продают телефон, то вот эти люди начинают потом искать, да? То есть, понимаете, да? То есть, мы работаем с аудиторией, которая определенная уже там, ну, как бы уже ее забрали, там, из определенного канала, да, крупные ребята, и вот нам что-то там достается. Вот, это, я думаю, Яндекс.Маркет. Я думаю, что это могут быть таргетированные объявления по соцсетям в разрезе телефона. Вот, соответственно, если у тебя есть, там, ну, не знаю, там, айфон, чехол, и ты таргетируешься на владельца айфона, вот, и, ну, там, какой-то еще таргетинг, надо подумать, как вот, да, человек интересовался, либо он там заходил на твой сайт или что-то такое. Вот, зависит от цены, я бы пробовал контекст, ну, контекст дорогой, я думаю, был бы, я думаю, RCA, ретаргетинг, ну, что-то типа такого. Первое, конечно же, история для тех, кто начинает, понимаете, ребят, надо пробовать. Вот, я считаю, как, очень много ребят приходят ко мне, спрашивают, ну, Камиль, как там, я говорю, ну, просто начинайте, ничего не надо делать. Вот, нажмите кнопку, там, создайте, ну, не знаю, на облачной платформе, типа, идваншоп, там, да, магазин свой, да, залейте там, не знаю, 2, 5, 10, 20 товаров где-то там найдите. Купите рекламу, там, ну, посмотрите, как бы, покупают, не покупают, поменяйте товар, выкиньте товар, там, поменяйте трафик, вот, и наработайте вот этот навык, который позволит вам дальше успешно что-то другое продавать. То есть товар... Слушай, ну, отлично, я думаю, мы тут уже так емко уже обсудили, по времени у нас тоже достаточно ограничено, все, твои 3 канала лучше, чем мои 3 канала, признаю, согласен, лучше двигаться по ним. Я вот прям практически на бум сказал, что вы это получили. Ну, опять же, это же рынок, понимаешь, то есть сегодня мы с тобой поговорили, завтра появится какой-нибудь там мега-маркетплейс под чехлы, да, где будет гораздо больше трафика собирать целевого, или, может быть, там появится какой-то чехол специфичный, я не знаю, бренд какой-то появится. Ребят, все меняется, ребят, мир меняется. Вообще вот продажи – это постоянный тест, то есть, да, вы постоянно должны все проверять, то есть, для другого не дано. Ну, так что следите за трендами, в том числе на нашем канале, на гусиных историях, в интернете. То есть, опытный маркетолог всегда должен держать нос по ветру, а предприниматель, он должен быть и маркетологом, и кем только там, и рабочим, и маляром, и кем только вообще. Предприниматель – это человек универсальный. Следите за трендами. Ну, и вот как раз о тренде мы как раз и поговорим сейчас. То есть, что такое автоворонки? Для меня это понятие было новое. И вот, Камиль, расскажи, пожалуйста, что в твоем понятии автоворонка, где ее можно увидеть и как ее можно использовать? Ну да, Антон, смотри, то есть, вот мы чуть-чуть раньше обсуждали эту тему, да, что у нас есть две больших, ну, как мы называем, два квадратика больших, да, и одна стрелочка. То есть, трафик и куда этот трафик приходит. Вот раньше, ну, считалось, что нужен сайт. Когда там, 10 лет назад, 15 лет, сайт создал, все, у тебя все зашибись, будут продажи и так далее. Потом сделали магазины, начали лендинги появляться, и, в общем-то, они дают определенный эффект. Но, вот как я и сказал, что трафик дорожает, конкуренция растет, и уже недостаточно просто человек куда-то приземлить и взять заявку. То есть, нужно развиваться дальше. Куда развиваться? Развиваться нужно в сторону того, что, ну, как вот я приводил пример с девушкой, да, то есть, нужно выстраивать определенные отношения с вашей аудиторией, иначе вы не окупите трафик. То есть, трафик будет очень дорогим. Соответственно, воронки – это как раз вот эта история, когда вы человека проводите по определенному маршруту, по определенным шагам. Ну, какой может быть пример, например, да? Вот у нас есть клиент, он продает краску титан. Они продавали как до этого? То есть, у них есть магазин, они там карточку товара гнали, трафик, покупали там определенный трафик, и у них был там, по-моему, лендинг даже. Они его перестроили, сделали другой немножко лендинг, они сделали посадочную страницу, можно даже ее посмотреть, краска титан. Там у них идет такой квиз, то есть, идет такой опрос клиента, то есть, они с клиентами немножко так играют, задают ему вопросы, и в итоге отправляют там расчет на электронную почту. Ну, у них есть отдельное предложение, то есть, ты можешь заявку оставить и можешь еще получить такой расчет. У них вот только это внедрение принесло плюс 80% к обороту. Понимаете? То есть, первый шаг был не оставить заявку, а пройти опрос, да? Да, да, то есть, у них есть там, можно оставить заявку, можно пройти опрос. То есть, они, как… Ну, я просто поясняю, ребят, почему это работает? Работает потому, что мы, есть аудитория, которая готова сейчас принять решение. Она говорит, да, хочу, и оставляет заявку. В магазинах таких сколько? 2-3%, на лендингах, ну, лучшие там 10% конверсии, да? Есть большая аудитория, которая там 90-95% тех, которые, ну, такие, знаете, как бы теплые их называют или холодные, да? То есть, они еще не решили, они еще думают, им надо помочь, они еще не знают и так далее. Если мы понимаем, что это за люди, и мы понимаем, как им помочь, мы постепенно этих людей можем догреть и, соответственно, привлечь их и продать им чуть позже. Причем, понимаете, в чем дело, ребят? Воронка – это же не только вот сайт или страница. Это e-mail, это смс-ки, это автозвонки. То есть, в зависимости от того, что вы продаете, кому вы продаете, в каком они находятся состоянии, ну, есть определенная воронка, которую лучше использовать. Технически, как это выглядит? Объясни, пожалуйста, вот есть лендинг, есть еще один лендинг. Это эти два лендинга и друг друг за другом в воронке. То есть, в первом лендинге будет какая-то форма, где будет опрос, а форм захвата стандартной не будет, да, где телефон и почта. Может быть, может не быть, в зависимости от того, какая у тебя последовательность. То есть, смотри, последовательность может быть простая, это может быть два лендинга, да. Где-то у тебя опрос, где-то у тебя там идет заявка и так далее. Но надо понимать логику основную. То есть, понимаете, я о чем говорю, что мы должны мыслить не лендингами, понимаете? Ну, что, надо пять лендингов, что ли, сделать? Да нет, ребят, дело не в количестве лендингов. Дело в том, как человек идет и взаимодействует с вами. Ведь смотрите, как происходит. Вот обратите внимание даже на себя, как мы с вами посещаем страницы. Посмотрел, что-то посмотрел, тыкнул дальше, закрыл и так далее. Но если, например, мы чем-то заинтересовались, например, каким-то контентом интересным, да, про краску мы что-то хотели узнать, видео какое-то интересное, да, нас увлекает оно, да, то мы готовы дальше взаимодействовать, мы готовы там оставлять свои контактные данные за какую-то полезную информацию, мы готовы там покупать и так далее, да. То есть, здесь используют, видите, уже электронные почты, смс-ки. То есть, у нас выстраиваются такие вот отношения, да. Вот, то есть, лендинг это один из компонентов просто. Магазин, кстати, это тоже, тоже, по сути, часть воронки, да. То есть, какая-то аудитория может купить в магазине прямо сейчас, да. Такая аудитория есть, очень горячий трафик. Купить айфон красный сегодня дешево там и так далее, да. Вот, она приходит и хочет его купить, но, конечно же, нет смысла гонять его по каким-то страницам. Ну, вот, купи, вот тебе телефон, да. Ну, идеально, чтобы он был один, да, так же, как на посадочных страницах, чтобы он не выбирал, чтобы то, что он хотел, сразу было на странице. Вот, но если он пока не готов, сложное оборудование, он еще не знает, там, покупка дома, покупка, не знаю, видеонаблюдения, еще чего-то. То есть, большие сложности, то есть, магазин не конвертирует. Почему? Потому что, ну, люди не знают, что выбрать, да. Вот, у меня дом, например, да, ну, мне нужна система видеонаблюдения. Ну, как я ее куплю в магазине? Я не разбираюсь в этом. Да, мне нужно... И что нужно делать в таком случае? Ну, то есть, вот, если система видеонаблюдения, например. Ну, надо понять, опять же, надо задать простой вопрос. Кто эти люди, вот, что у них болит и что мы им продаем, кроме самого товара. То есть, кроме товара мы можем им продать консультацию. Мы можем продать им определенный статус, да, что они поставят видеонаблюдение, безопасность, да, они получат, какой-то статус и так далее. И в зависимости от того, в каком состоянии мы этого клиента забираем из каналов трафика, его прогревать и, соответственно, поворонки ввести до продажи. Ну, например, это может быть, не знаю, там, это очень часто используется сейчас на лендингах, заявка на замер, там, например, да. То есть, убеждают человека в том, что все у нас нормально, сделай заявку. После заявки выезжает мастер, там, делает предложение уже в оффлайне. Можно делать, ну, если это какой-то виртуальный продукт, да, сразу в магазин его, да. То есть, например, если человеку вы даете какой-то контент, ну, то есть он заходит на страницу и вы ему говорите, вот, смотри, вот тебе полезная информация, как выбрать видеокамеру. Я читаю ее, в принципе, я готов уже, например, после этого контента сделать выбор, можно меня отправить в магазин, можно взять заявку. То есть, вот эти сценарии, это как раз вот продумывание вашей автоворонки, то есть, как будет двигаться человек. Понял, вот такой вопрос тогда, в адвантшопе, как это реализовано технически? Потому что я знаком с различными системами создания сайтов, конструкторов, и там нет такого, что есть какой-то специальный технический инструмент, который позволял бы эти автоворонки формировать. Мы можем создавать сами какие-то страницы, мы можем сами на них что-то делать. Есть ли в адвантшопе какой-то специальный инструмент для этого? Да, смотрите, адвантшоп сейчас объединяет несколько инструментов, которые позволяют строить эти отношения. В адвантшоп есть конструктор страниц, есть, ну, ссылки, то есть, триггерные рассылки, то есть, вы можете настроить определенные события и отправлять клиенту письма, там, цепочки писем. А как, а через адвантшоп, то есть, не надо для этого использовать Unisender, MailChimp, какие-нибудь такие вот... В адвантшоп есть, да, разные способы, да, то есть, ты можешь использовать интеграцию с Unisender, MailChimp, ты можешь использовать встроенные, уже готовые решения внутри адвантшоп, которые мы вместе с партнерствами, там, с ребятами сделали, чтобы удобнее это было для тех, кто вот только-только это делает или только разбирается. Вы можете отправлять смс, вы можете забирать деньги у клиентов, вы можете подключить автобзвоны, вы можете сделать, ну, очень много разных штук, которые позволят вам выстроить эту ворону. Но самое главное, в адвантшоп есть определенные готовые шаблоны, уже проверенных воронок, которые работают для определенных там ниш. У нас есть там консалтинговые воронки, есть товарные воронки, есть воронки там захвата контактов. То есть, вы можете в адвантшоп все это сделать, вот, мы даже сделали, вынесли в отдельный сервис, мы назвали Advant Funnels, сервис, который помогает тем, кто не продает товары, тем, кто продает другие какие-то вещи. Прямо отдельный сервис по созданию воронок, то есть, вы можете зайти, если вы не продаете товары, вы не интернет-магазин, пожалуйста, Advant Funnels, там можно создать воронку, например, по продаже там вебинаров, курсов, я не знаю, там, каких-то других штук, вот, которые вы продаете. Суть одна просто, ребят, смотрите, то есть, у нас есть клиент, клиент, мы хотим от клиента какого-то целевого действия, то есть, мы хотим, чтобы он там сделал заявку, заказ и так далее. И нам нужно его определенным образом провести через вот определенный маршрут, вот. Когда-то было достаточно сделать там просто сайт, магазин, лендинг, сейчас этого недостаточно, потому что люди уже, ну, реклама перенасыщена. Вот для этого создаются воронки, последовательные коммуникации, письма, страницы, там, рассылки. Идеальная история такая, то есть, если ты понимаешь, что у тебя по данному запросу в основном приходит аудитория, которая не понимает, что это такое, то, конечно же, самый правильный способ ей помочь ответить на этот вопрос. Вот, если ты понимаешь, что аудитория по тебе приходит в основном горячая, ее не надо путать, она просто выбирает там по цене или ее по наличию и так далее, то, конечно же, нужно сделать там предложение, от которого невозможно отказаться, да, то есть, вот такое вот индивидуальное предложение. Вообще говоря, вот если говорить про интернет-магазины, конечно же, правильнее всего использовать какую стратегию? Есть какие-то товары, которые, ну, наиболее часто продаются. И, соответственно, локомотивы, да, так называемые? Воронку тестировать на товаре, который у вас, ну, самый-самый такой вот ходовой, который, ну, вы понимаете, что точно есть трафик, вы трафик эти можете масштабировать и можете выжать из него больше. Если вы понимаете, то, конечно же, вы можете на него направлять воронку, ну, вместо того, чтобы отправлять на карточку товара. То есть, можно это все делать. Можно отправлять и на карточку, если у вас есть SEO-трафик, но там, понимаете, тоже можно продлить воронку. То есть, как можно сделать в Ваншоп, например, да? У вас есть карточка, вот, человек ее покупает, и дальше идут воронка до продаж, то, о чем я говорил раньше, да? То есть, человеку предлагается еще положить свой заказ, ну, определенные там вещи. Там есть определенный нюанс, очень важный, который, ну, я практически не видел, где это нормально реализовано в России. Смотрите, какой нюанс. Человек положил в корзину, некоторые, ну, и правильно делают, предлагают прямо до того, как он оплатил заказ. Ну, знаете, там, ну, типа, положи еще вот это, положи еще вот это. И у человека возникает такая история, блин, ну, нет, я, типа, не рассчитывал, и пока нет, я возьму только эту позицию. Но все меняется, когда человек, ну, вот, нажал кнопку оплатить, и, ну, уже оплатил заказ, понимаете? То есть, он находится в такой, ну, эйфории такая. Вот вспомните, когда вы покупали машину или что-то дорогое, да? Вы такие, блин, классно. И вы уже в состоянии такого, блин, я буду владеть этим товаром. И в этом состоянии вы гораздо, ну, проще принимаете решение о покупке дополнительного товара. То есть, очень важно апселлы делать именно до продажи, вот, когда уже человек какой-то там товар первый купил или приобрел. То есть, после оплаты, да? И такая штука есть реализована? Да, она как раз и не так реализована, да. То есть, до продажи выходит, когда уже человек оплатил. То есть, это, ну, можно и в корзине предложить что-то, но эффективнее всего именно предлагать до продажи после того, как человек уже, ну, сделал оплату, либо там заявку, как минимум, оставил. Отлично, очень полезно, я думаю, было. Мы сегодня разговаривали о том, какие каналы продаж у нас наиболее эффективные, по мнению Камиля, моему мнению и в общем-то, в целом, какие-то базовые понятия. Поговорили об автоворонках, я для себя, наконец-то, понял, как это выглядит, как технически это реализовано на платформе Адваншоп. Если кто-то хочет посмотреть, как это реализовано, уже попробовать, может быть, сделать магазин свой, можно это будет сделать по ссылке в описании. Камиль, спасибо большое, что поделился опытом от такого человека, большого директора, считая создателя IT-платформы, которая уже помогает создавать сайты. Твой опыт очень ценен для подписчиков и для меня лично. Спасибо большое, что согласился сегодня пообщаться. Да, ребят, я еще могу добавить, что, в принципе, есть примеры воронок, вот, тоже, ну, в ссылке в описании будет ссылка, можете посмотреть примеры воронок, будет страница, то есть, кому это интересно или более подробно, задавайте вопросы, пишите, вот, в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, вот. Огромное спасибо, Антон, что пригласил, очень крутую тему делаешь. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, прям очень круто, информация все по делу. Все, спасибо, Камиль, на связи, надеюсь, не последний раз. Пока.